Программа де-факто на Беларусь 4. События и происшествия Гомельской области в материалах наших корреспондентов. Пожары в регионе не прекращаются, а ситуации в экосистеме Гомельской области и ответственности за выжигание травы – сюжет наших корреспондентов. Милиция предупреждает пенсионеров о мошенниках. В регионе фиксируются случаи визитов лжесоциальных работников. Как не стать жертвой виртуальной атаки и защитить свои электронные деньги? Поговорим о современно исполняющем обязанности начальника отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Гомельского облсполкома Вадимом Борсуком. Негативные последствия бесснежной зимы не заставили себя долго ждать. К тому же, как всегда, вмешался пресловутый человеческий фактор. Спасатели и экологи уже бьют тревогу. Из-за длительного отсутствия атмосферных осадков прошлогодняя трава высохла и по всей области в экосистемах заполыхали пожары. Порой больших размеров. Какой ущерб весенние палы наносят природе, кто в этом виновен и какие меры предпринимаются для стабилизации обстановки. Все это в нашем следующем сюжете. Чрезвычайное происшествие в Гродненской области стало показательным примером того, к чему может привести выжигание сухой растительности. Минувший вторник в Щучинском районе пенсионер сжег без малого всю деревню. Наводя порядок вокруг дома, 70-летний житель деревни Нарчи решил поджечь траву. Правда, по окончании уборки не убедился, что огонь полностью погас и пошел в дом. Порывами ветра пламя молниеносно распространялось по всему населенному пункту. Сгорели 21 дом и 24 хозяйственные постройки. К счастью, из 7 человек, постоянно проживающих в деревне, никто не пострадал. Следственным комитетом устанавливаются обстоятельства происшествия. Подобные пожары, но с меньшими последствиями, имели место на этой неделе в Гомельской области. При выжигании сухой растительности 8 апреля в деревне Баклань Петриковского района уничтожены кровли и повреждены стены двух домов. Сгорело 5 сараев. В деревне Новая Карма Жлобинского района от пожара пострадал сарай, а в Шарибовке Будокошелевского района сгорела кровля кирпичного склада. Бытует мнение, что сжигание сухой растительности, оно способствует увеличению плодородия, почвы, лучше растет, потом все. Ну, наука, скажем так, это мнение не разделяет. Нужно понимать, что при горении выгорает плодородная часть почвы, то есть все органические вещества, которые в ней находятся. Те минеральные вещества, типа золы, которые образуются, они легко вымываются и дождевыми, и грунтовыми водами, и они слабо попадают потом в растения. Плюс ко всему то, что сгорает на полях, это не только растения, это и остатки минеральных удобрений каких-то, и то, что накапливается в самих этих растениях. Все это поднимается в воздух, все это распространяется, все это не несет ничего хорошего для людей. И хоть МЧС настоятельно рекомендует воздержаться от разжигания костров, пожары на подворьях и в экосистеме сегодня стали чуть ли не привычным явлением. Окраины областного центра то и дело затягиваются густым белым дымом. В Гомеле на этой неделе спасатели ликвидировали как минимум два больших травяных пожара в районе деревни Романовичи и кладбище Осовцы. Сухая трава здесь горела на нескольких гектарах. Причиной возгорания, скорее всего, стал умышленный поджог, совершенный кем-то из прохожих. Во избежание распространения повторных возгораний работники Гурсапа опахали местность вдоль дороги. Из экспертной практики усматривается, что большинство лесных и травяных пожаров происходит все же по причине занесения источника зажигания человеком. Например, оставление зажженных сигарет, спичек, костров, незатушенных поджогов. И только менее 1% по причине проявления сил природы, удара молний, фокусировки солнечных лучей через оптические системы, такие как стеклянные бутылки, наполненные жидкостью. С начала текущего года в республике произошло свыше 2000 природных пожаров, что более чем в два раза превосходит показатели первого квартала прошлого года. Чтобы стабилизировать обстановку, в нашем регионе введен запрет на посещение лесов. Пока это не касается только Октябрьского района. Каждый день лесной фонд мониторится и с воздуха, и с земли. Результаты есть. При помощи спецтехники в четверг ликвидированы большие очаги в Лельчицком, Наравлянском и Чечерском районах. На сегодняшний день лесная охрана вся переведена в повышенной боевой боеготовности. Все приступили к дежурствам. Мы дежурим по четвертому классу пожарной опасности. Закрыты практически на территории Гомельской области посещения граждан лесов. Почему? Потому что четвертый класс пожарной опасности предусматривает ограничение людей пребывания в лесном фонде. Все пожарные химические станции, а также ППИ, укомплектованы согласно новым специфическим требованиям. Это пожарные машины, пожарные модули, ранцевые лесные огнетушители, лопаты и все остальное, что необходимо для того, чтобы спокойно, уверенно потушить лесной очаг на самом начальном ее стадии. Сейчас нагрузка на спасателей увеличивается в разы. Ведомства объединяют усилия и контролируют ситуацию также с помощью наблюдательных вышек, систем видеонаблюдения, квадрокоптеров. Пока все удается держать под контролем. Зверобой 12, зверобой 12, на связь зверобою. 12 на связи. Как обстановка? Спокойная. Принято, зверобой 12. Сложная пожарная обстановка в экосистемах наблюдается и на сопредельных территориях России и Украины. Сейчас на тушении лесных пожаров в зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС работают несколько сотен человек. Задействовано около сотни единиц техники, в том числе самолеты и вертолеты. Пожары привели к появлению смога в Киеве и на сопредельных территориях. Уровень радиации в самом центре возгорания зафиксирован выше нормы. Однако радиационный фон в Киеве и Киевской области не превышает природных фоновых значений. Превышение радиационных показателей над установившимися многолетними значениями в Беларуси также не зафиксировано, сообщили в Белгидромете. Причина пожаров все та же человеческий фактор. Министерство по чрезвычайным ситуациям напоминает, сжигать мусор на своем участке можно только при обязательном соблюдении правил пожарной безопасности. Выбирать необходимо безветренную погоду, обязательно иметь при себе первичные средства пожаротушения. А главное – постоянно контролировать костер. Берегите себя и свое имущество. Министерство лесного хозяйства Беларуси, в свою очередь, напоминает гражданам, что нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках, либо запрета на их посещение, не повлекшее причинение ущерба, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 25 базовых величин. В случае пожара с ущербом ответственность может стать и уголовной. Любые изменения, происходящие в обществе, всегда очень быстро улавливают мошенники и пользуются доверчивостью людей. Например, в период переписи населения появлялись лжеработники статкомитета, которые под предлогом сбора данных забирали у пенсионеров наличность. Во время деноминации к одиноким людям приходили лжебанковские служащие и меняли старые сбережения на новые, да так, что после этого у пожилых не оставалось и копейки. А сейчас коронавирус. Массовых примеров обмана нет, но единичные попытки были. Как не стать жертвой мошенника? Далее в сюжете. Разработки вакцин против коронавируса сейчас ведутся по всему миру. Китай, США и Россия уже заявили о первых образцах, но их применение возможно только после всех испытаний. А это не раньше, чем в ноябре-декабре 2020 года. Однако в деревне Козе Речицкого района 83-летнему пенсионеру уже предлагали такую вакцину. Мошенники работали группой, заходили в дома к пожилым людям под видом социальных работников. Одному из хозяев посоветовали купить лекарство от коронавируса. Тот вестись на уловку не стал, но после визита непрошенных гостей неожиданно для себя не досчитался своих сбережений. Посетителей вскоре задержали вместе с двумя мужчинами. К тому моменту они на автомобиле отъехали от деревни Козье около 30 километров. В Беларуси от таких предложений никто пока не пострадал. Информацией о пандемии много, люди так или иначе осведомлены. Но в потоке новостей легко потерять зерно и принять вымесел за правду. Этим ловко пользуются преступники в интернете. Сегодня темой коронавируса не спекулируют разве что ленивый. Распространены схемы обмана на просторах интернета России и Украины. Самое популярное – создание сайтов, на которых обещают в любую точку мира отправить тест на COVID-19. Но для этого нужно зарегистрироваться, а значит и ввести данные платежной карты. В этом-то и кроется обман. После оформления заказа люди его уже не дождутся, с их счета спишут деньги. А если карту не заблокировать, то суммы будут пропадать многократно. По статистике, именно пенсионеры в зоне риска. Мошенники часто пользуются их доверчивостью. Как правило, не уточняют кто, не просто говорят, что мы из социальной службы пришли вам оказать помощь. Иногда говорят о том, что вам положено выплаты, вам положено повышение пенсии. До этого давайте посмотрим, какие у вас есть сбережения. Обычно непрошенные гости хорошо знают, где пенсионеры прячут деньги. Места в домах и квартирах типичные. Всегда, в первую очередь, проверяют матрасы, подушки. Там, где шкафы, в которых хранятся постельное белье. А также на тумбочках, как правило, лежат какие-то скатерти, под которыми пожилые оставляют заначки, оставляют деньги, пенсию, которую не успели куда-то передать и перепрятать. Как говорят в милиции, главная задача мошенников – отвлечь внимание хозяина. Поэтому они ходят парами. Один пускает пыль в глаза, другой рыщет по квартире. Но в Мозыре пожилая хозяйка оказалась не промах. Несмотря на свой преклонный возраст, женщина оказала преступницей сопротивления. Она заметила, что гостья берет ее деньги и крадет водку, вцепилась в воровку руками и вырвала ей клок волос. Позднее эта улика помогла отыскать налетчицу. Незнакомцы представляются соцработниками, сотрудниками ЖКХ, газовой службы, из полкома, придумывают истории о замене денег в стране, переписи населения, необходимости установки газовых датчиков, фильтров для воды, продают посуду, одеяло и так далее. Могут представляться иностранцами, оставшимися без денег, давить на жалость. В общем, использовать любые приемы, чтобы проникнуть в жилище. Иногда доходит и до вооруженных налетов, если грабителям известно наличие у пенсионеров крупной суммы денег. Единичный пример опять же из Мозыря. Там двое мужчин в масках представились сотрудниками спецподразделения. И когда хозяйка им открыла дверь, ворвались в квартиру, связали супругов пенсионеров и забрали всю наличность. После того, как женщина смогла освободиться, она вызвала милицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска задержали двух граждан, причастных к совершению разбоя. 46-летний мужчина был ранее судим за незаконный оборот наркотических средств и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения повторно в течение года. Личность второго не менее колоритна. 28-летний парень также успел побывать в местах лишения свободы за покушение на убийство. Оба жителя города Гомеля. Правоохранители предупреждают, непрошенных гостей в дом лучше не пускать. А если они представляются социальными работниками или представителями правопорядка, эту информацию всегда можно проверить. У каждого сотрудника социальной службы или медработника есть соответствующее удостоверение. Проверить его, прочитать. Если вызывают подозрения какие-то эти люди, необходимо связаться с социальной службой либо своей поликлиникой по месту жительства и уточнить, есть ли такие сотрудники, направлялись ли они по таким либо адресам. Ввиду сложившейся ситуации сотрудники милиции стараются помогать одиноким пенсионерам. Часто их навещают, приносят необходимые вещи, продукты, проводят профилактические беседы, чтобы доверчивость пожилых людей не играла на руку мошенникам. Жертвами непрошенных гостей может стать кто угодно, но преступники всегда идут по легкому пути. Выбирают тех, кто стар, слаб, не может оказать сопротивление, у кого рассеянное внимание из-за болезни или незащищенные деньги. Кстати, именно последний фактор стал толчком для роста киберпреступности в последнее время. Зачем совершать открытый налет, если все сбережения человека можно украсть в интернете? О том, какая категория людей слабо защищена перед кибермошенниками, почему их жертвами становятся не только молодежь, но и пенсионеры, а также как уберечь свои средства, прямо сейчас в этой студии поговорим с временно исполняющим обязанности начальника отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Гомельского облсполкома подполковником милиции Вадимом Борсуком. Вадим Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Из сюжета мы узнали, что во время пандемии в Гомельской области случаи мошенничества в отношении пенсионеров массово не регистрировались. Тем не менее, отдельные факты имеют место. Как вести себя людям, пенсионерам в этот период? Каким гостям верить, каким нет? В связи с этой ситуацией в стране и в мире необходимо не терять бдительность, тем более пенсионерам, людям преклонного возраста. В настоящее время мошенники могут активизироваться, пользоваться данной обстановкой и под видом социальных работников, либо работников медслужб, попытаться попасть в жилище престарелых граждан и выведать у них под различными предлогами либо реквизиты банковских карт, либо непосредственно совершить хищение наличных денежных средств либо иных ценностей, которые присутствуют у них дома. Кому верить, кому нет? Вот как отличить мошенника явного от, в принципе, реального работника социальной службы? Ну, как правило, работники социальной службы предварительно, чем посетить как конкретного гражданина, тем более престарелого, с ним связываются по средствам телефонной связи. Согласовывают время, дату, место встречи. Как правило, социальные работники приходят к пенсионеру по определенной его просьбе. То есть сходить куда-то за хлебом, либо принести какой-то, значит, заплатить какой-то платеж, сделать банки. Все это согласовывается предварительно с пенсионером или престарелым гражданином по телефону. И даже если пенсионеру позвонили, он вполне может это проверить, перезвонив в данное учреждение и уточнив информацию. Да, конечно, непосредственно никто не мешает перезвонить пенсионеру либо престарелому гражданину в тот же Центр социального обслуживания населения, либо, если это представились медицинским работникам, позвонить просто по телефону 103 и узнать у дежурного, работает ли такой медработник вообще в такой-то медицинском, в таком-то учреждении, работает ли социальный работник в Центре социального обслуживания по телефону, по официальным номерам. Никто не откажет престарелому человеку в консультации и непосредственно сверит данные данного работника. И при каком-то сомнении сообщит незамедлительно в правоохранительные органы. Сегодня у пенсионеров воруют деньги не только открыто, но и посредством интернета. Как это происходит и как не попасться на удочки мошенников? Да, ввиду того, что сейчас особенно множество людей находится в самоизоляции, в том числе престарелые граждане, в связи с этим значительно возросло число пользователей интернет. Это официальная информация провайдеров Республики Беларусь. То есть люди, оставаясь дома, подключаются к интернету, чтобы общаться с близкими, с родственниками, со своими знакомыми, которые в том числе находятся в различных других странах, чтобы обмениваться информацией актуальной по обстановке в соответствующей стране. И ввиду того, также престарелые граждане начинают осваивать активно сеть интернет. Они посещают различные ресурсы, но не обладая базовыми навыками защиты в сети интернет, часто становится легкой добычей мошенников и злоумышленников иной категории. Каковы основные манипуляции преступников? Преступники пользуются любой информацией актуальной, которая в сети. В настоящее время эта информация в отношении коронавируса могут под этой начинкой преподносить нужную им информацию, пытаясь заманить того же престарелого гражданина, либо иного другого на сайт, который преследует преступные цели. В том числе принудить его таким способом перейти по ссылке для просмотра информации, которой он интересуется, в том числе по статистике, по заболеваемостям и иной информации. Как раз хотел уточнить, какого рода эта информация, чтобы понимали более предметно наши телезрители. Вот вы сказали про коронавирус, а что именно? Ну, как правило, люди сейчас в настоящее время интересуются статистикой, пытаются получить сведения с различных источников, количества заболеваемости, количества заболевших в стране, в регионе, в мире. И под этой начинкой злоумышленники нередко предоставляют свои сведения, и нередко они неактуальные сведения, которые разнятся с официальной статистикой, пытаются вызвать какую-то панику у граждан. Некоторые преследуют именно цель завладения имуществом, в частности, доступа к счетам таких граждан. То есть, перейдя по ссылке, человек не может быть уверен, что он перешел именно туда, куда ему надо. То есть, злоумышленники под этой ссылкой могут, значит, внедрить на оборудование человека вредоносное программное обеспечение, которое может как завладеть его личными данными, так и просто заблокировать персональный компьютер, либо мобильный телефон, с последующим требованием денежных средств за разблокировку операционной системы. Либо воруют, так сказать, пароли, хранящиеся там в определенных ячейках памяти устройства, и в последующем пользуются учетными записями пользователя, доступами к его интернет-банкингу и прочим, значит, личной информацией, которая представляет в том числе денежный интерес для преступника. То есть, достаточно перейти на какую-то обыкновенную ссылку, перейти по ссылке и все, и данные уже ваши распознаны и получены. Это не так просто, не только перейти по ссылке, но, как правило, совершить ряд манипуляций. Например, чтобы детально мы понимали. Например, перейдя по ссылке, может человек попасть на сайт, подобный сайту официального банка, где ему предлагается ввести свои реальные логины, пароль, банковскую учетную запись. То есть, что-то предлагается ввести? Предлагается что-то ввести. Либо самое простое, что тем же пенсионерам, престарелым гражданам под различными акциями, то, что вы являетесь клиентом банка длительное время, мы вам хотим перечислить бонус определенный. Люди доверчивые у нас и любят, так сказать, легкие деньги. Они переходят по ссылке, им предлагают ввести номер карты, срок действия, секретный код, якобы для того, чтобы зачислить деньги самому человеку. Но на самом деле воруют данные-данные и потом, в последующем, используют их для совершения платежей в сети интернет своих целей. То есть, для воровства денег со счета. Либо также могут предлагать такого плана информацию, что вы когда-то там работали в какой-то организации, вам начислен дополнительный пенсионный сбор. И тоже вот под этой начинкой, опять же, целью преследуют выведать реквизиты платежной банковской карты, как правило. – Были случаи, когда пенсионерам звонили, это были телефонные звонки, представлялись мошенники работниками банковских учреждений, говорили, что с вашего счета там списался кредит или кто-то пытается взять кредит, просили назвать, опять же, сведения и данные банковских карт. Ну и такими манипуляциями, собственно говоря, и похищали даже в процессе телефонного разговора деньги с карт счета владельца. О чем нужно помнить пользователям банковских карт, чтобы не попадаться на удочку этих преступников? – Чтобы не попадаться на удочку злоемышленников, в данном случае следует помнить основные такие правила. То есть сотрудник банка по собственной инициативе не вправе звонить гражданину, даже если он клиентом является этого банка, и выведывать у него следующие данные. То есть это полный номер банковской карты, срок ее действия, секретный код, размещенный на тыльной стороне карты, трехзначный. А также полные номера паспорта гражданского, личного номера гражданина, дату выдачи паспорта и все реквизиты паспортные полные. – Давайте вернемся к социальным сетям. Какие виды манипуляций еще? Первое – это переход по фиктивным ссылкам. Что еще? Что еще важно? – Также еще по настоящее время, значит, распространено достаточно на территории области такие случаи, как осуществляют взлом учетной записи какого-то друга, либо знакомого, либо родственника будущего потерпевшего, и от его имени начинают писать различные просьбы. То есть переведи мне на счет, я нахожусь там в сложной ситуации. Могут также под этим, как поводом для перевода средств, какие-то, значит, случаи, связанные с вирусной обстановкой, то есть сообщать, что я нахожусь там где-то в иной стране, не могу выехать, помоги выехать. – Вот видите, мошенники, они используют, скажем так, сложившуюся обстановку в своих корыстных целях. – Конечно, они этим спекулируют, манипулируют, да, и требуется бдительность от граждан, повышенная в данных условиях. – То есть в любом случае, будь то там гость, который пришел воочию, либо человек, который написал в социальных сетях, прислал сообщение, нужно проверять, перезванивать и убеждаться, что да, действительно сообщение от него, либо оно не существует. – Это как один из вариантов, самый верный – это перезвонить этому человеку, либо встретиться с ним, и уже при встрече, при личном контакте все эти условия оговорить, либо если человек говорит, что он за рубежом, то, соответственно, ему позвонить. – Вадим Владимирович, а бывают ли единичные примеры мошенничества в интернете, которые не так распространены, как остальные? – Был интересный случай, зарегистрирован в текущем году на территории одного из регионов Гомельской области. Здесь сами потерпевшие по цепочке стали, благодаря своей общительности, жертвами вот таких злоумышленников. То есть сначала позвонили, представились сотрудникам банка женщине, женщина по телефону сообщила все реквизиты свои платежные, в дальнейшем в ходе беседы домой вернулся супруг этой женщины, спросил у нее, с кем она разговаривает, она ему сообщила, что разговаривает с сотрудниками банка. Поинтересовавшись этой ситуацией, он сам навязался этим злоумышленникам, сказал, что он также является клиентом этого банка и им сообщил свои же реквизиты. Потом дальше еще в ходе этой беседы подошла мать этой женщины. – Вспоминается поговорка на ловца и зверь. И мать сама тоже добровольно вошла в этот разговор и сама также им сообщила все реквизиты. И в результате в руках злоумышленников стали платежные инструменты трех граждан. И их счета были также опустошены в полном размере. Все деньги, которые у них были, были похищены. – Что нам говорит статистика? Какие это суммы фигурировали за отчетный период и какое количество граждан пострадало? – Суммы немалые. Здесь в каждом случае сумма определяется достатком человека. – Я знаю, что даже 50 рублей мошенники не гнушали списывать за счет пенсионеров. – Да, совершенно верно. Даже пенсионеры, его эти копейки. То есть это говорит о том, что мошенники – беспринципные люди очень низкого морального статуса, которые у того же пенсионера заберут и 20, и 30 рублей, либо у человека с достатком пустушат его счет на все 10-20 тысяч белорусских рублей. Были-то и такие случаи. – Вадим Владимирович, я благодарю вас за полезный, содержательный, конструктивный разговор. – Спасибо, Александр. Спасибо, уважаемые зрители. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец», подборка происшествий, которые попали в объективы камер мобильных телефонов, видеорегистраторов и систем наружного наблюдения со всего мира. Толковый напарник – это счастье. Но рабочему из Гонконга в этом смысле не повезло. Все началось с того, что мужчины стали разжигать на улице горелку. Но что-то пошло не так. Топливо попало одному из рабочих на одежду, и она загорелась. Мужчина стал метаться по тротуару, а его напарнике хватать все подряд, чтобы сбить пламя. Одному из них попалась под руку канистра с бензином. И, не раздумывая, мужчина вылил ее содержимое на своего коллегу. В общем, меньше полыхать от этого напарник не стал. Но все закончилось относительно благополучно. В последний момент пострадавший смог расстегнуть и сбросить с себя горящий жилет. Все обошлось небольшими ожогами. Если вы думаете, что работа уборщика или дворника самая грязная, то явно ошибаетесь. В Африке чистильщики колодцев каждый день рискуют жизнью, чтобы заработать семье на хлеб. Видимо, этому мужчине не досталось даже специального снаряжения. Выгребать нечистоты ему пришлось на ощупь. В южноафриканском Блумфонтене полицейский мини-фургон вошел в неуправляемый занос и сбил двух человек. Машина вылетела на парковку, где стояли пешеходы. Пострадали мужчина и женщина. Об их состоянии не сообщается. По предварительной версии полицейский спешил на вызов и не справился с управлением. Сразу два схожих ДТП на одном перекрестке. Пересечение с кольцевым движением. Белая легковушка поздно сбавляет ход. Не вписывается в поворот. Налетает на бордюр. Уходит в занос и переворачивается на крышу. Через несколько минут водитель через заднюю дверь самостоятельно покидает поврежденное авто и еще долго находится в шоке. Казалось бы, карантин. Сиди себе спокойно дома. Но нет. Автолюбителя потянуло на прогулку. По той же причине колесил по городу еще один житель Краснодара. Не прошло и часа, как по иронии судьбы, на том же самом месте он повторил подвиг своего предшественника. Авто лихача наскочило на бордюр на том же участке дороги и сбило осветительную опору. Но, слава богу, скорая и полиция были уже на месте. Что тут скажешь? Нескучный денек на отдельно взятом перекрестке. В Бразилии при помощи пистолета полицейские остановили авто под завязку, набитая наркотиками. Полисмены получили оперативную информацию и смогли обнаружить развискиваемый автомобиль на трассе. Решено было стрелять по колесам. Нужно отдать должное профессионализму стражей порядка. Первый же выстрел пришелся точно в цель. Задняя шина лопнула, и преследуемая машина сошла с дистанции. Наркодилеров взяли с поличным. К такому экшену они явно были не готовы, потому и особых мер конспирации не предприняли. Около 100 килограммов брикетов с наркотическим средством спокойно перевозили в багажнике и на заднем сидении авто. Все плохое обязательно возвращается. Иногда карма настигает мгновенно. Так случилось с одним из грабителей в Южной Америке. Мужчина и его подельник попытались ограбить людей на остановке. Вооружились пистолетами и потребовали от пассажиров отдать им телефоны. Когда трофеи были собраны и оставалось только без шума и пыли, скрыться с места преступления настигла мгновенная расплата. Молодой грабитель неуклюже оступился, упал на авто напарника и ненароком сам в себя выстрелил. Парень упал без сознания. Сообщник попытался его затащить в салон, но ему это удалось не с первой попытки. Промедление стоило налетчикам свободы. Впоследствии личности обоих установила полиция. На сегодня все. Берегите себя. Увидимся.